Продолжение следует... 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 А Аримафей, возьми оное. Будем же и мы, по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к добродетели и взимать оное, то есть истинное благо. Да сподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить оное в гробе, иссеченным из камня, то есть в душе, твердо пометующей и не забывающей Бога. Да будет душа наша, иссеченную из камня, то есть имеющую свое утверждение во Христе, который есть камень. Да обвием сие тело плащаницей, то есть примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Таинство должно же именно обвитенное, то есть покрыть, а не раскрывать, ибо Таинство должно быть покрыто сокровенно, а не раскрываемо. Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стихи. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. «Но идите, расскажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Толкование. Блаженный Феофилак. «Ничего великого и достойного Божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по уйдейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха отцеления. И дабы силою мира, иссушающую и поглощающую влагу тела, сохранялось невредимым. «Ибо субботками называли дни седмицы, а единою – день первый. Восстав, идут ко гробу и размышляют, кто отвалит им камень». «Но между тем, как они размышляли о семь, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвалил был камень. Если же Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены, вошедшие в гроб, увидели его сидящего внутри, то с ним не должно смущаться, ибо могли они видеть ангела, сидящего вне на камне, как сказано у Матфея, могли видеть, опять же, внутри гроба, как упредившего их и вошедшего туда. Петра отделяет от учеников или как верховного, именуя его особо от тех по преимуществу, или вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы, я отрекся. Следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушал со мною. Поэтому ангел и присовокупил. И Петру. Дабы не смутился Петр тою мыслью, что будто он не удостоен из слова, как отрекшийся, и потому уже не достойный быть в числе учеников. Посылает же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял жен трепет и ужас, то есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения. Боялись они иудеев или одержимы были страхом от видения до того, что как бы потеряли разум. Потому и ничего никому не сказали, забыв все, что слышали. Господу нашему слава, вовеки и в Богу. Аминь. Спасибо Христосу. А болящий Татьяна Кузьминична? У нас Валентина Павловна болеет. Да, простыла она сегодня звонила. Вот, за Игоря надо молиться. Валентины у нас. Галина пришла, слава Богу. Здесь все равно за нее молиться еще надо. Тамара вроде выздоровела, но все равно показывает. Молитесь за меня. Ее не было. Александра Ивановна у нас, ой, Михауна у нас болеет. Ну, пришла, но все равно на уколах вот сейчас. Олегтина у нас в окошем состоянии болеет. Надежда Васильевна. У нас все бабушки. Да, ну бабушки все, в общем-то. И об Анфисе помолитесь. И обо мне еще помолитесь. Бабушка Анфисе. Хожусь на операцию. Какого числа ты там? Четятого. Да, это была бабушка. Так, ну, ша. Благодарю вас. Ну, мамам тоже моя. Поклон передает всем, просит молитву. Болеет она. Дочь Анастасия и внучка Таисия. Хворает тоже. Простуда и температура 39. Самый шарный. За вас тоже мы еще лет. Так. Да, я хочу как бы немножко сказать, как я съездила. Ну, и перед поездкой так Игнатий Тихонович меня как бы отговаривал очень. Попозже немножко, ладно? Попозже. Сейчас. А вы ночи всех, подсказали? Сейчас всегда Тихонович. Порядок. Несколько по-другому. Извини, по-другому сделать. Первое, всегда читаете Евангелие, и так понятно. Толкование. Второе, больные. Потому что малое промедление, окажется, что заботимся о здоровье, он уже умер. И третье, вести о детях. В Советском Союзе говорили, привилегированный класс – это дети. Есть, хоть эксплуататоры, есть все, а это привилегированные. Многое прощается, многое разрешается. Я с ребятишками все время вожусь. Спрашивают, а у кого больше опыта? У кого дети есть, у кого детей нет? Дети. Одна говорит, у меня детей не было. Ну, минимум 10 способов воспитания детей я знала. Вот сейчас, говорит, 10 детей, ни одного способа нет. Будьте особенно внимательны родители. Говоришь, и куда-то уходит. Уходит, почему? Да такие же вы, как дети. Если Господь говорит, пустите детей, значит, что-то препятствует. И кто-то детей там удерживал. Но они вели себя не так. Чего бы их прогоняли-то? Я несколько примеров буду приводить, а вы для себя запомните. Посольство в США, вот это, в Англии. Отцу некогда. Он все время работает с людьми. А потом решил все-таки спросить, как там занятия. Да хорошо. Ну, дети-то жить в дальнейшем-то будут в Советском Союзе. А учится здесь. Спросил кое-что, вот так поверхностно. А больше ничего и не спросил. А девочка не удержалась. А урок самый интересный, какой папа у нас. Какой? А тетя Хелен, это Елена, она нам говорит о Христе. Ой, как? Отец, глаза у него как в разбежку. Как о Христе? Ну, как о Христе? Как он умер? Как он родился? Как он воскрес? И, значит, потом мы уйдем, там были встречи. Он в ужас пришел. Если это узнают, его с поста сразу снимут. Он пошел к учительнице и спросил, у вас действительно что-то есть, да? Говорит, урок такой. Я ребенка забираю. Как забираю? А где он будет учиться? Нигде. Это мне ничего не будет. Негде было учить в школе, в Союзе они оставят. Потом перешлю там отдельно, в детдоме будут. Но религии у нас нельзя. Вы же знаете, я коммунист. Позвольте, но почему же вы не сказали-то? Девочка может не ходить. У нас это не обязательный урок. Но она может играть. Вот у нас есть хороший зал в парк. Она может в это время рядом здесь свой. Она может. Не убирайте. Дальше-то все. Она потеряет общение с детьми. Как разумно подходит. Мне пришлось беседовать с людьми. Вот один из примеров. А вы примеряйте на своих детей. Я на необычной должности в армии нахожусь. Кому сейчас говорю, даже генерал не может. Мне ответить правильно. Я говорю, увольнитель на сколько? Ну, опять бывает за особые заслуги. На сутки даже дается. Когда срочная служба у человека. Чтобы не потерялся. Но в сутки почти нет. Я говорю, а такое 1 января выписывают. И увольнитель до 31 декабря. Это как? Срочная служба? Никогда. Генерал-полковник не знает. Я говорю, у меня такая должность была. Срочная служба? В советское время? Послушайте. Я закончил строительную техникум. ПГС. Пробычное гражданское строительство. Ну и там смотрят происхождение. Там все смотрят. После окончания техникум. Меня направили в органы МВД работать. Строго режимный лагерь. Почему? Проверено все. Отец инвалид. Бедная семья. Три дяди матери и братья погибли. Напротив. Это все учитывалось. Я гожусь для этого. И меня туда направили. Они еще не знали, что дальше получится. Так вот я рассказываю когда об этом. Я был назначен техником, смотрителем воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. А что за должность такая? Я должен был ездить с города в город. Перелетать, переезжать. У меня на все удостоверение. В командировочном. И смотреть какие жилищные условия у офицеров. У офицеров. И которые сферосрочники, там старшины были. И тогда полный доклад делать начальству. Так, так, так. Вот это 5 ребятишек. И прочее. Все учитывалось. Я все это... При сказке разной. Чтобы вы как-то это поняли. Что как это важно. Где будет ребенок. Это всегда учитывается. Лучшие воспитатели в мировой практике оказались те, у которых нет детей. Да как? Не надо. Я не говорю Господь Христос. Апостол Павел. И что он там пишет о детях? Как с ними обращаться? Да я ему, да он мне. Не будьте слишком суровы. А зачем бы это было сказано? Да я ему вырос сын безбожник. Вырос. А сыновей-то не один. Четыре сына. И он мне говорит. Смотри. Яр Пести как говорит. Сколько у него сыновей? У него кажется 9 было. У меня 4 проповедника будут. Проповедника. А ты-то как себя ведешь? И вот один из дней. Этот человек жестокий характером, видимо, был такой. Я его обречал. И он однажды приехал и мне говорит. Люльку садитесь, я довезу до остановки. Мотоцикл перед колесным. Я дойду. Никаку не посадил. Как вот здесь часы не взял. От одного мне дарил. Дарил часы, а не взял. Какой ты хитрый все-таки. Я думал, сейчас разгонюсь, как бетонный стол. Дам люлькой-то. Я только вылечу, а от тебя капут. Это он меня воспитывает. Сын-то старший вырос и приводит там женщин не первый раз. Он вышел, да ты такой-такой-то. Сын ничего не сказал. Только что-то зашел на кухню. Вышел, как ударил прям сердце. Сразу зарезал отца. Алифтина Пантелеевна здесь? Да, мы здесь. Я-то это поняла, где она? Да, здесь. Ну, о ком я говорю, ты знаешь? Да, да. Шелковник Александр. Еще он устраивал по нему. Отце отец в могилю, сын в тюрьме. А это ты сеял здесь. Почему у Ярва Пести не такие дети? Они здесь продолжают твое дело. И ведут работу. У меня связь с ними. Ну, Ярва Пестия, естественно, проповедник. Когда он получил от меня книгу «Для Слову Божию нету», мы, говорит, читали все со связами. Он для меня, конечно, это не просто так проповедник. Первый, который я услышал по радио, когда обратился в 62-м году. Он у меня самый любимый. Таким и остался. Несмотря на то, что его свои отвергали в последнее время. Я к детям возвращаюсь. Отец мировой педагогики. А педагогика это не для детей только. Но и для взрослых педагоги бывает. Как ему имя, фамилия? У него общемировое признание. Отец мировой педагогики. Кто? Яна Москоминский. Именно так. Чех. А отец русской педагогики. Кто знает его? Давай. На букву У. Ульянов. Ульянов всех вас педагогиков. Вот в этом дело. Значит, я не говорю, там, золотолуст и прочее. Это уже плеяда идет целая. Почему? Видимо, со стороны как-то больше видно. Или какая причина, я не знаю. Ну, только вот я здесь на занятиях был, допустим, сегодня. Я не называю, вы сами увидите. Ни одного ребенка нет, который бы сидел как должен. Да бейте, чтобы они сидели. Сидели правильно. У меня фотография с класса преподает наша знакомая Самира Тайвеева. Два высших образования. В конце анатолия. Все давно ученики вот так. Правая рука стоит вот так. Ну, одни девочки. Мальчики это отдельно. Вот рука. Все смотрят на учительницу. Каждое слово ловит. Ни одна руку не убил. Там что-то рисует какой-то. Другая закрылась руками. Третья стоит, позевает. Ну, кто здесь ведет занятия, ее нету. Но она подтвердит, что именно так. Почему так безразлично? Говорит, и вижу с любовью, говорит. И рядом со своей дети сидят. И как будто бы меня не касается это. Они не слышат. Они отсутствуют. И вот когда я ездил в воинские звания, так сказать, в здание смотрел. В это время мне всегда хотелось проехать через Хабаровск. Почему в это время я занимался английским, немецким, французским языками. А там есть институт иностранных языков. И я в общежитии у них ночевал. И беседовал, удостоился беседовать с одним корейцем. Кореец, за счет отсюда вывод, что знает корейский язык. Далее рассказывает, мне пришлось учиться не здесь, а в китайской. Китайский язык знает. Но что удивительно, говорит, у них был учитель строгий японского языка. Представьте, он еще не учился нигде, это у него все есть. И учитель ходит, у него линейка. Примерно он показал так вот три пальца и такой же толщины. Ну вот такой высоты до бедра. Вот так три пальца сделает. Линейка у него называется. Он ходит. И если заметил, 13 градусов поворот. 15 он сразу замечает. Голову так плюет там или стреляет. У нас что-то не делают. Об опыты над учительностью ставят. У него это линейка. Линейка она не для чего-то у него, чтобы ты там оборонялся. Ни один не имеет права руку поднять. Я не слышал, это что специальная китайская школа? Я, говорит, не могу сказать, я слишком мал был. Но один раз я узнал, что означает линейка. Вот такой балдырь мне, говорит, сразу спух, когда он приложился мне. Это у него по закону положено. Англия, одна из первых стран, кажется, в прошлом году снова ввели телесные наказания для учеников. Для всех или нет, и насколько точно, не утверждаю. Но верю, там всегда было. Я не призываю к этому, но другой какой-то способ. У меня в лагере, я 45 лет, начальник детского лагеря, физическое наказание. 15 комиссий за два месяца было, краевых. Два уголовного дела против меня возбили, и кончилось ничем. Врач, кандидат наук, каждого ребенка по отдельности осматривают. Нигде ничего нет. Хоть бы одно пятнышко было, что наказали. Тогда спрашивают, так вас здесь бьют? Никто не бьет, нас наказывают. Они различие делают. Физическое наказание, телесное. А какое? Платочка нет? А ты должен иметь его? Нет, ну вот тополя. Вы знаете, где там заворот идет? Ну, минимум, там, 150 метров будет. Туда и обратно. А пока бегал, что съели, тебе в рот не попало. Я ему память пришел в один день. Забывает все. Пришел домой, ну, портфеля нету где-то. Играли дорогой, шли в футбол. Он положил вместо угла портфель. Ну, выиграл радостно. Пошел домой, пришел. Тебя нету. А у меня тоже так забывают. Дежурный знает, чья одежда. Дети очень наблюдательные. Так, а это не моя, это Ксюшина. А, а сели за стол. Дежурный должен идти в лагерь, собрать всю обувь. Чья? Знала, какое наказание? Знала, не повторяю. Иди. А наказание такое. Вокруг нашего лагеря должен бежать, одеждой махать и кричать. Я забываю вещи за станом. Физическое наказание на ногами, физически, это не душа бежит. А знатоуст говорит, душа с телом так плотно соединенной, наказывая тело, мы врачуем душу. Соломон, не один, а самый мудрый человек. Почему так много? Иисус Серахов говорит о наказании детей. Не просто не жалея Родине. То есть она тоже трепется, и деньги надо будет платить. И не возмущайся криком его, чтобы впоследствии утешаться. Ты накажешь его. А в другом месте сокрушай ребра, пока она молода. Это Библия, которую мы читаем, которую любим, которая лежит на налоге, которую целуем. Применила это? У нас книга Ескористского православия о семье. Там все это выписано. Когда ты последний раз ребенку показывал на это? А ведь раньше было как? Вот со свателя она уходит, и последнее, значит, расставание. Она благодарит отца за воспитание. А вот так доски, а сверху вот так потолок покрывался. И потом между досками тут пространство. Я помню, у нас так было. Не вплотную доски подгоняли, а рядом. А следующая перекрывала, и никогда щели нету. А когда рядом, он все время сохнет. И там у него под окно-то была нагайка. Треххвостка называлась. Примерно вот такой для Нена. И он мужу передает. Так, я ее учил. Я передаю тебе ее девственнице. Она не знает ни гулять, ничего. Она в матери всему научилась. Учи. А теперь специальные уроки проходят, как правильно наказывать жену в интернете. Сначала она, первые дни особенных тебя, ты положи нагайку между собой и ей, чтобы она смотрела на нее. Мы не все время будем. Эта любовь за три месяца полностью исчезает. Так, первая. А нагайка остается здесь. Отец передал, он меня благословил. И постепенно начинаю ее приучать к этому. На самом деле, не как-то просто порит. Я говорю о детях. Вот они сидят. Кто чем занимается, рисует что-то, спрашивает у вас? Нет. Руки один раз я сказал, вижу, контроля нет. Вот эти стороны рисуют, сидят. Сегодня одна девочка. Уже не первый раз. Я не слышу. Она говорит, это и благо, что я не слышу-то. Иначе бы еще и вмешался. Что-то она говорит руководителю, учащему здесь. Она сразу отпускает. Я примерно начал догадываться. Прихожу к ней на молитву, а там нет этой девочки. И уже в конце, уже перед дочерью нашу, я решил посмотреть. Она сладко спит. У нее голова болит. А когда она ложится, она только больше будет болеть. Я работал. Сторожно суточное. И иногда приходил, но ночью-то не сплю, занимаюсь на работе-то. И решил ложиться. Два или три раза только днем прилег. Голова сразу заболела. Она мне никогда не болела. А почему? Кровь сюда тещет дальше. И кроме этого, вот он называет инфаркт, тромбоз, это все каким-то образом связано с тем, что кровь плохо движется. Ей нужно движение. А когда движение? А когда выше, она больше. Я неграмотный. Поясняю. У ней голова болела, будете еще больше болеть. А почему у вас не болит? Я никогда не ложусь. Она меня за 50 лет, Надежда Васильевна, ни разу в нем не видела лежащим. А чего вы хвалитесь? Богом хвалюсь. Господь, ну, она умил и показал. Я показываю. Разберите, что сегодня она узнала? Не знала. Ни здесь ее не было, ни на службе. А это твоя дочь. Если она по твоей небрежности погибнет, забудь о Царстве Небесном. И да, там не будет. Это определенно. Почему Давид говорит, вот я и дети моих, которых дал мне Господь. То ли родились от него, то ли воспитывают. Но дал мне Господь. Если ты веришь в это, почему такое небрежение детьми? Я прошу это вести в наши вот занятия. Ну, вы все, ко всем детям относитесь одинаково. Ко всем никто не относился одинаково. Меня зачем упрекают? Да, бывает, какому-то предпочтение отдаешь. Вот он не стал материться у меня один, матерился. Ролик даже есть такой-то, материться в лагере. Было такое? Про кого речь идет? Про меня. Про меня. И он не стал это делать. И, конечно, для меня это очень радостно. И я его стал везде выдвигать. Мало того, что я заметил, где-то он заметил там, как бы не опломился. За внимательность, которая качель и качается, я ему денежную премию выдал должен. Но я не равнодушен. Но равнодушен совершенно-то безразлично. Заметьте, ученик, которого любил Иисус. Так что, он остальных не любил разве? И все понимают, что речь идет о самом молодом Иоанне. Могти не грозите никогда. Запомните это. А любимый ученик был у Иоанна Затолуста? Был. А у Павла был? Был. Ну, знаете, вот, Тимофей. Он души в нем не чаял. И бабку помянул, и мать, и что вера в нем не мог. Сталин не любил евреев. И когда ему говорили, он говорит, есть евреи, есть жены, и есть Каганович. Каганович и белый. А он еврей, чистопородный еврей. Владимир Моисеевич. Почему Сталин оставлял его живых? У Гитлера был такой любимец, который поставил задачу решить еврейский вопрос. Всех евреев под наготной всех уничтожить. Местевает работать освенцем. Майданек. Бах. Ну, это нельзя сказать даже. А почему? У него кто-то был. Майданек. Дед или бабка Юрия? Майданек. А главный идеолог нацизма-то был Генри Гиммлер. Не Гитлер, а Гиммлер. А его увольняют там, где он важный был. Звание уже, кажется, генерал. И должен был сам Гитлер походотайствовать. Единственный раз. Гиммлер покорился ему. Принял его, оставил его. Но, говорит, в числе чистопородных немцев он никогда не будет. А ему это не надо было. Он в Первую мировую отличился. Защищал Германию здесь. Я не найду никого, у кого не были любимцы. Меня уже упрекают. Вот любимец, вы ему ничего не говорите. И у меня есть любимцы, которые не заходят сюда даже где-то. Он по-прежнему у меня будет любимцем, где бы он ни был. У меня есть такие, которые вне моей, не критики, а обличения. Ну вот был человек. Вот приезжал Андрусенко Александр. Я их раскачиваю вместе с Максимом Степаненко. И назвать это раскачка. Я заложил смысл, его никто не понял. Проходит какое-то время, а один что-то против, другой совсем ушел из православия. И меня спрашивают, ну хоть раз-то сделать никак. Они вне этой сферы. Понимаете, я не могу объяснить это, но я знаю эту грань, где. Я выступаю, вот у меня книги лежат. Андрей Кураев выступает меня. Называет он таким. Не из-за того, что он меня назвал хорошим. Нет. Он говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронес. Я зарядил, система выдал. Здесь, опоминаю Андрея Кураева, диакона, Сея Руси. Прото-диакона. 120 раз. И только два раза положительно. Он говорит, меня по всем кочкам пронес. То есть мне говорить больше нечего, и нечего ее трогать. Знаете, 45 лет лагерь. Все передал за меня, делает. А тут уже не отдал экзекутор, который наказывает. Я все время сам должен быть следователь, прокурором и палачом. Ну, якобы, в Мирской городе. И следовали, все, ни в одном ребенке не нашли. Никогда ничего. Паракартура выдала. Это что-то такое слово они какое-то сказали. Ну, что только это носит вид и не подтверждается. И мы исследовали уже не один раз. Ну, конечно, большую роль играл прокурор Края. Он дальнейшее расследование прикрыл. Прокурор, я помню, прокурора Усухова в Мамонском районе. Она говорит, Козе, дети в лагере чувствуют себя прекрасно. Она не сказала, что спрашивает. А ребенка ему возьмете в лагерь? Значит, нужно заниматься детьми. И нужно строго и не перегнуть эту струну. Вот Виктор Андреевич неоднократно говорил, помолитесь о сыне. У меня такое. Его скорбь понятна. Конечно. А бывает ли детей этого человека нету, а он заботится о других. Мы из города в город отправляем что-то. В это время звонок. Я задал загадку. О чем может человек сейчас звонить, когда отсюда... Ну, что-то привезти. Этот человек позвонил и сказал, сделайте так родители. И назвал родителей, чтобы дети, которые учатся здесь, чтобы они здесь были на собрании, не уходили, оставались. Это как надо любить чужих детей, чтобы звонить, добиваться. Да еще скажут, нет, а я пошел туда прям к родителям и начал говорить. Кто это сделал? Кто из... Не судьи о том, чего не знаешь, что плетется по дороге нищий. Ты о нем от жалости рыдаешь. Он же прячет нож за гранищем. Не судьи о том, чего не знаешь, что душа суровая у брата. Ты его за это осуждаешь. У него же душа мне как охвата. Вера Кушнир. Выловите каждый звук. Где? Вот я читаю баптистский журнал. Братский вестник. На званиях уходит Братский вестник. У православных одновременно ЖМП. Журнал Московской Патриархии. А главной, над редакцией, был Петерим. И, во-первых, жалкие мысли Петерима. ЖМП. Да еще похуже переводили. А тут ничего. И вот там, в генеральном секретаре, у него был Карин. Вот Карин. И он говорит, мама осталась одна, отец детства погиб. И она искала лучшее училище, где я, маленький ребенок, мог бы научиться жить. Это какая же мать такая. И она нашла. В Москве, там, в Санкт-Петербурге. Она все перешерстила, говорится. И, наконец, нашла такое училище. И кто там преподает? Немецкое училище. И он там научился всему. И рассказывает, когда мы мыли, подметали. А он делал так. Возьмет иголку, бросит где-то. Под кроватью. А как ты мыл? Нашел ее или нет? Может быть, иголка не острая, там то другое. Мы научили все делать тщательно. И ему было известно, весь мир это человек. Вы детям поставьте дома такие условия, чтобы они все делали блестяще. И что у них сегодня на занятиях было? Проверять надо. А у меня время нет. Время родить было? Позаботься о другом. Потому что дети, которых ты родил и в Царство Небесное не привел, самым главным препятствием будет на пути в Царство Небесное. Вам достаточно сегодня? Я рассказываю о человеке, с которым случайно, с корейцем познакомился. Он в памяти с этой линейкой. Теперь я смотрю, как мусульмане преподают мальчикам учитель. Тут учительница с девочками. Все до одной одинаково руки лежат. Все вот как у нас поточка, как будто наши красавицы там находятся. Я могу показать фотографию мальчики. Ну, ясно делал, будущее там джигиты, джихадисты там. И там вот сразу спрашивают, как. А тот что-то мямлит. А у него лежит пилет, она плетка. Он там подтаскивает его в плетку два раза и отбросил. Следующий. Он почти всех перегладил. Я когда был у мусульман, там и показал. Ну, это, конечно, круто, не всех. У нас другие это отвечают. Отвечают, он сразу похвалил. Почему у нас дети учатся из класса в класс? Почему в один год не кончают в три класса? Писали про девочек двоих. Пятнадцать лет. Обоим. То ли они двойняшки. В пятнадцать лет, или не полу, шестнадцать было, сейчас могу не точно сказать. Они закончили оба по университету. И все с отличием. С красными дипломами. Это как... А девочка, которая там... Поваляю, как она называется? Девочка Марина там считает стихи длинные. Она и в Бородино, и с таким папосом считает. Ну, как она может знать это все? И тут показывает бабушка сидит. Да я с ней все время занимаюсь. Бабушка. Она научила, и она с экрана не сходит. Ей четыре-пять лет. И она поразит любого. Считает им цири наизусть. И она просто так, у нее жестикуляция. И баба ей все это показывает. А баба, видимо, знает это дело. Я смотрю другой. Ой, а откуда такое? Она музыкальный талант развивает. Мать занимается этим. Смотрит. А сгодится ли ей? Да бог его знает. Но главное разбить. Нам никогда эти формулы А, Б, Ц там не сгодятся. А это необходимо, чтобы мозг шевелился. Чтобы мы трудились. Тогда тебе будет интересно. Ты сама будешь интересная кому-то. А такие, если они будут, никакие. Сидит там, спит. Поют знакомые. Не поет никогда. Почему не поет в храме? Потому что я не знаю, да хоть рот разеваю там, шепотом. Чтобы не напугать людей. Яку рыба. Вы учите. И вы сами не знаете, где откроется талант. А вы еще смеетесь-то. Знаете, надо ним монахом подсмеивались. Вы фамилию его расскажете сами. Он голоса не имел. И не считать толком не мог, и не петь. И когда он не служил, кажется, митрополит или там патриарх, они решили его выставить на позор. А ну иди, Тарасий, читай. А если бы никогда не читал, разве он прочитал бы так, как сейчас нас считают? Ну, считают, как настоящее чтество. А он знал, что они подсмеются над ним. И только молился. И когда выстояли, монахи стоят, и каждый улыбается с ним в колбачок. Ну, что он считать-то вылезает-то? И вдруг он, когда запел, дрогнули стены. Божья Матерь коснулась его, усы наполнила. Он молился Богу и пришли с Девей Марии. И он вошел в историю христианца, как житие его называется? Роман «Сладкопевец». Сладкопевец. А как бы ни эта злоба, и издевательства монахов ничего не было. Другой есть, Иоанн Кукузель. Он никто его не знает, только поет. Но его заметили, монахи шли однажды, и он пел. Поет, они видят, что сзади люди-то идут. Корову переставали есть, когда он пел. Мы тоже пели, они переставали есть. Смотрели, куда убежать. Его сразу же приняли в потерявший хор. Развейте в детях таланты. Не когда-то. А у нас так бывает. В одной где-то общине я слышал такое. Хорошо, когда оба родители верующие. И оба одного вероисповедания христианского православного. А тут получилось так, что мать-то православная, а он там свидетель Его, к примеру сказать. И он ее перебивает, конечно. Он дома не работает, все на себя тянет. И в конце концов, получилось так, что мать сама отвозит детям, чтобы они там занимали детей к ним в собрание. И когда я это услышал, я говорю, неужели в жизни такое бывает? И ты знаешь, что... Ну а потом они вот... Мы же выросли, теперь познают Бога. Нет, они уже не познают. У вас была мать, которая молилась, которая заботилась. У них этого не будет. И раз сегодня не ревнуешь, и завтра будет некогда. И в некотором царстве, в некотором государстве. Даже не догадываетесь. Но я с трудом, с трудом поверил. Перепроверил несколько раз. Действительно так. Сначала отвозит детей к еретикам, а потом сама поедет молиться в Покровский собор, к примеру сказать. Ладно ли это? Помолитесь от незнаемого человека, чтобы Бог как-то выправил. Потому что и человек этот хороший, ну просто хороший, я его знаю с детства. И однако вот такая беда. Я говорю о детях. Если будет желание потом, ну мы подберем эти остатки, позаботьтесь. Если ты никакая, у тебя задача только, о чем говорил Максим Горький. Сто процентов почти девочек в 11 лет только и думают, как удачно выйти замуж. Ну ты-то с чем можешь, с чем ты можешь быть для него интересным? Если ничего нету. Как ты детей будешь воспитывать? Ты об этом подумай. Да так. И уже начинают друг другу завидовать. Это не то, что никак, а совсем никак. Постигни науку Евангелия, чтобы ты открыла уста. Я, говорит, начну говорить, они не верят. Один человек говорил. Они замолкают. Кто это говорил? Иов многострадальный. Их дети, говорит, когда видели меня, прятались. Они еще себе святой прятались. А другие ласкались. И учились к этому. И не просто, говорит, где-то когда-то. Скажи, книга такая-то. Дух святой изрек так-то. И он с меня спросит. Дети, вы желаете моей погибели? Я погибаю из-за вас. Ко мне одна такая мать в деревне Потеряевка. Подходит всегда со слезами. Помолиться вместе. С детьми неладно. Я вижу не то совсем. Если я ухожу, после день где-то, он в холодильник залезет и поест то, что нельзя есть. И в другом месте сделает такое. Я говорю, а ты помнишь, последний раз, как одевалась? Фотографию показать? Смотри, твоя это, твоя. Зачем ты это делаешь так? Зачем грудь открываешь? Зачем ты на глядях так появляешься? Дети дома тебя видят другой. Я знаю, в римском праве дети, я не знаю до какого возраста, до совершеннолетия, не имели права ходить с отцом в бане, чтобы не видели его на готы. Отцы, отца! Прикиньте, к нам годится. А он закладывается сейчас здесь. При детях раздевается, дети многое видят. А как вы? Вот ко мне тут приезжал, Золотухин был, Валерий Сергеевич. Я его никогда раньше не знал, но привел сюда Кузнецов Владимир Сергеевич, который о нас в фильме ставил. Я никогда его не видел, я не слышал. Для меня он ничего не говорит. Он начал говорить, что это пусть пристань, церковь строит. Ну, маленько я слышал, читал. Для меня он никакой не артист. Какие-то там, в пятой степени роли-то играл-то никакой. Но он молодец, высказал все, как артисты, журналисты, они любят это о себе рассказывать. И он говорит, когда я звоню, у него, кажется, один сын самоубийством закончил, а другой священником. И сын говорит, пап, ну почему, когда ты по телефону говоришь, стоять невозможно рядом. Почему? Все врешь и врешь. Не обманываешь, а врешь. Это сын говорит отцу. И он вот здесь был, он так захокотал и присел. Я так на него, что с вами? А что? Вот так. Как и тихи-тихи-тихи-тихи. Надо же так. Первый раз здесь я ему такое показываю, рассказываю. А я храм строю. Не за храма Бог будет смотреть, а смотреть будет еще за твою жизнь и за детей. Вот которые встречаешься, у него нет другой, там режиссер. Я лично знаю это. Сейчас вижу. Она помогала, фирмы строить. А теперь уже бросил, женился на другой совершенно. И везде второй, третий, второй, третий. И сразу попутно напомню. Детей призовите к молитве сегодня. Так, дети, вы слышите меня? Сегодня по-нашему в 7 до 7.30, там меняет иногда. Который приезжал у нас здесь, был шахмат, Алексей Викторович. Он сегодня у гроба Господня там будет молиться. Набрал там, я не знаю, сколько, но речь идет о десятках тысяч, наверное, этих имен. Кто там будет помогать? Он кто еще не знает. И попутно скажу сразу именно о детях. Вот здесь же. Призовите. Да я не верю в это, что Бог там слышит, а в другом месте не слышит. Господь будет на всяком месте. Не там и не здесь. 4 глава беседы с Самарянкой. А наоборот, даже о гробе сказано, что ищите живого среди мертвых. Ангелы предупредили, что там искать нечего. Я потом скажу в конце, а сейчас о детях. Все время, что дети были здесь. Почему так ставили? Потому что сразу их отпускают, они ничего не знают. Они должны знать Евангелие и должны знать больных. Больных. И они должны проститься туда. Наша мать ничего не знала. Двоем с отцом полкласса даже не было. Полкласса не было. Наши девчонки смеялись даже. Отец сейчас пришел, ликбез был. Он несколько раз посетил занятия. А учительница говорит, а что-то у вас там тихо, тёща. Ну, тетрадка, где пишут-то такая. А там Мария отстряпала, тестом тут зашреп. Ну и все подхватили это для смеха. Мария тестом запачкала. Вот такое дело. И не знали ничего. Но справлялся, кстати, с постоянно, как мы учимся. И, конечно, говорил что-то и подбивал. А у меня, это где-то там было, я расслышал. На сына говорит, на меня. Он как один раз прочитает, как сфотографировал. А я один раз прочитаю, мне мало, я ищу. И он меня побудил прочитать по нескольку раз. Чтобы все запоминать, чтобы слова подтвердить. Даже его, как бы, не совсем точное слово, памятью, конечно, Бог руководит. И вот так. Это всё в ребёнке. Если вы заметили не так, вот эта мать приходит, и мы вместе молимся. Другой раз. А исправляется, трудно мне сказать, но что-то есть. Из этой семьи однажды одна девочка, теперь она взрослая. Я еду, а она меня остановила на велосипеде. А когда на благовестие поедем? Я бы её с рук не снимал. Носил на руках и плакал. Не знаю, как она теперь. А мы брали детей потерянских, они ходили с нами. Когда мы поедем на благовестие? Вот. Это я вам оставляю на память. Всё. Спасибо, Христос. Можно попадите? Дмитрий Тихонович, я хочу задать вопрос. И задать его, чтобы услышали ответ родители. Не столько дети, поскольку в этой ситуации родители принимают решение. Вот когда люди, свидетели Еговы в некотором царстве, в некотором государстве, приглашают на свои какие-то, ну, по их меркам добрые мероприятия. Полезно ли нам, родителям, водить своих детей на такие мероприятия? Не губительно ли это для души наших детей? Потому что вы сами видите, какие у нас дети, ну, не утверждённые даже они. Не полезно во всех отношениях. Но, если это детское занятие какие-то, с родителями, может пойти. Бывают преподаватели так, у них очень много выступлений. Вот здесь у тебя привёз книги, которые хорошие, чтобы ты был рядом. Как ведутся занятия, чтобы дети увидели. Я неоднократно говорю, вы хотите узнать, как бывают люди? Не по-нашему верят. Вот, свидетели Еговы запретили в России. Я уже не один раз в печати выступал. Это роковая ошибка. Все. Ой, вот, это дворкинская. Мы за это отвечать будем. Мы будем кровь хлебать, говорится, лоханками. Не полезно, тем более одним. Никогда. А какие мероприятия у них там? Разъезжат вы? Я говорю только в аптистах. А других вообще нельзя никак сообщать, иначе беса получишь. Пятьдесятники, харизматы, беснования стопроцентные. А здесь при вас, если вы сочтете нужным, то можно один раз показать, чтобы дети увидели, как там. Я ничего не имею к адвентистам седьмого дня. Ну, есть там большие заблуждения, вечного мучения нет, души нет. Но показать, как у них проходит занятие с детьми, занятие, или на собрание прийти, можно. Думаю так. Потому что я ни разу в этом не был постыжен. Взять доброе. Я это в патриархию писал, когда если бы патриарх был, и в один день открыл бы тысячу училищ, как? Я говорю, я договорился уже с бопистами. Они не будут трогать ничего православного. Только я с руководством говорю, вы могли бы таких найти проповедников, которые будут учить любить Христа и любить Святую Библию? Пожалуйста. Сколько надо? Я говорю, тысячу. Когда? Я говорю, четверг. Все, разговоры. Нет, мы сейчас только рассылаем, если у них собрание где есть. И я не буду постыжен, если был бы патриархом. Тысячу училищ в один день. А если потребуется, три тысячи в следующий день. Ни одного слова против православного. Только научить Библию. Толковать ее даже и не надо, потому что куда не увезти. Это я в интернете давно выставил. Все спрашивают, и как вы рискуете? Нисколько. Так сейчас не надо ничего. Все. В дальнейшем, когда закончится все, я пошел. Теперь пускай все остальные говорят. По этому вопросу я хотела. Сейчас ничего не надо. По этому вопросу я хотела. Ну, может, он не разрешает. Уже много я сегодня сказал. Лапкину уже много сказали. Не забудь, что хотел сказать. А что вы там про журналиста хотели сказать-то? Знаешь, когда все кончат, я про детей попросил. Я скажу, когда. А, водка. Представьте слово мне. Все остальное так же. Все слова не было. Если про детей, давайте спросим, как там учится у нас Ваня. А то его давно не случат. Ну, а Ваня и все, все. Да. Дробь это. Заканчивается. Заканчивается. Один год изучается сразу два класса. Это легко тем, что информация очень просто и быстро ее объясняет. А трудно то, что ее очень большим потоком именно идет. Прям таким постоянным. И получается, каждый день практическое задание идет. В начале года, может быть, еще как-то через день, через два. А сейчас вот именно каждый день. То по одному предмету, то сразу по двум бывает. Ну, перечисли предметы такие. Не помню. Нет, там еще нет. Там вот именно, которые сейчас. Одиннадцатый, десятый класс. То есть история, общество, знания, русские, литература. В общем, в основном все, кроме ОБЖ и астрономии. У нас, получается, в этом году была астрономия, но мы ее уже сдали. А литература у вас, какие произведения вы сейчас проходите? Вау. Белые крылья. Ну, пока он это надувается, я просто пошел. Понятно. А есть у вас те, которые успевают по программе? Хоть один ученик? Да. Есть. Второе. Сколько ты времени тратишь на заучивание дома, когда бываешь? В среднем. Два вопроса. На заучивание? Ну. Чисто все. Так, ты ко мне не лезь, ты ко мне не лезь. Ребята, я занимаюсь. Сколько чистого времени, часок ежедневно ты занимаешься? Плюс выходные. Неправильно вопрос задаете. А? Два, три. Неправильно вопрос задаете. Надо вопрос задавать, вот кому. Сколько ты с ним дерешься в день? Ну, там, бузуетесь там, что там, выясняете там отношения? Ну, а Павловский, а как они бузуетесь-то? Да какой Павловский он там вообще никогда ему? Ну, ладно. Вот эти два вопроса. Реши их положительно. И все время, ну, прочитаю. Вы же деретесь постоянно? Такой Льва Толстого есть, отец Сергий. Он всегда желал быть первым. У него не было знания. Но французский выезд ни один француз не отличит. Конные скачки он добился. Добиться многого можно. Очень многого. Алексей Моресев. Две ноги оторваны. Впервые единственный летчик. Войну был, да еще самолет сбил. Без ног. Он им в церкви не протягивал руку. Как у нас чуть-чуть маленькой, так уже там стоят. Клянчат. Пропивают. Тебя жизнь только начинается. Если тебе сейчас по-настоящему хорошие руки отдать-то, из тебя еще такой мог бы парень получиться. Ну, к примеру, просто хочу сказать, фильм когда смотрел такой, а не профессор и молодой. Профессор говорит, знаешь, любого можно выучить, если взять-то за него так. А они идут по базару. И какая-то торговка кричит, морковка по пять рублев. Может, эту можно учить? Да еще надо смотреть-то. Конечно, нет. Профессор не стал даже и говорить. Проходит полгода где-то, какой-то был вечер там, танц. И этот молодой профессор, молодой, влюбился в одну девушку. На шаг от нее не отходит. И когда все уже, они сговорились, тогда подошел и говорит, а ты узнал, кто это? Как кто? Ну, это та торговка, которая кричала. Он кричал, вы торговали? Да я торговала морковкой. И он взял совершенно негодный материал. Я вижу, вот пишут, из Германии взяли здесь, где дома, ребенок с заящей губой. Что это такое? Так, Виктор Андреевич, заящая губа. Наверное, вверху губа. Да, да. Растеченная. Лопатка что-то там не так. Просто невероятная. И они взяли. Сейчас первая красавица. Ну, говорит, сделали что-то там около 20 операций разных. Они могут, а мы не можем. Как это так? Не хотим. Нельзя, Ваня, так. Тебе надеяться нечего, ты должен поднять еще вот этих вот, следить за ними. И Игорь Непраснов Владимирович сказал тебе, никаких игр дома не должно быть лишних. Пока урок не сделан. Я напоминаю. Илья Азаров, Костик, Костик, когда он пришел в класс, а он пошел, не знаю почему, позже, над ним смеялись. Учитель задает, вот если килограмм ватта и килограмм железа, в счет тяжелее. Все кричат, железо. Но уже через год перестали смеяться. Он уже в четвертом, седьмом классе. Для меня догадка была, как поезд не сходит с рельс. Я когда первый раз увидел, там у колеса кромка, то я думал, проще нет. И он три часа только спал. Я не знаю, он сейчас живой или нет. Вот как. Я могу. Это особенно судьба человека Шолохова. Ваня, мы переможем. Как раз Ваня там, этот, сиротинка был. Ваня, мы стильный, мы переможем. А что, Вань, ты не успеваешь по учебе? Успеваю. Ну, успеваю. А ведь у нас остался месяц, да? В чем проходишь? Почему? Война и мир в девятом классе. Нет. Ну, как сказать. Мы не особо зацикливаемся на одном и том, на одних авторах. Мы быстро проходим разные. Я тебя и спрашиваю авторов, ты говори. Я бы хотела по автору запомнить. Хоть несколько, ну трех. Ну, Лев Толстой, скажи. Скажи. Цвет учебника какой-то. Ну, мы Есенина изучали. Получается, ну, этот. Изучали Есенина. Есенина, это любовь, это душа. Ну, давай дальше. Ну, получается, изучали. Аппарат 19-18-х веков. То есть был... Я не помню. Ну, если честно. Ну, Достоевский. Объяснение, оставай, наверное, я ткачок послушаю, что я тебе расскажу. Достоевский. Так, не будем, короче, садись дома, приготовь, пиши там. Не забудь свою фамилию только. Я не знаю, как у тебя. Ты догнала заболезнь, пропустила? Ну, у нас сейчас начинается производственная практика. На две недели нас отправляют на фабрики. Мы даже не знаем, у нас никогда ее не было вообще. А мы не знаем даже, куда нас отправят. Дай Бог, в Барнауле-то есть что-нибудь, нет? В Барнауле много чего есть. Нам говорили, что могут отправиться местожительству. Что те, кто хорошо живут, но там... У тебя что, по местожительству фабрика есть? А местожительству, кроме... А местожительству фабрики-то ничего нет? Нет, просто говорю, другие девочки. У нас девочки там из Горного Алтая есть, из других городов. А в Горном Алтая нет фабрик. Вот, и поэтому, как решают преподаватели, куда нас отправят. Мы даже не знаем, что там делать будем. Там просто могут... Ну, то есть ты догнала, да? Ну, почти. Там уже новые пошли. У нас новый предмет сам пора... Ну, если не догонишь, что тебе будет за это? Ничего не будет. Перед газом это будет не обидно самой. А, обидно самой? Что будешь делать, граждане газом? Когда и что тебе догонять? У нас новый предмет и компьютерную графику, это на компьютерную... Давай догоняй. Конструируем. Ну, а это, когда дома ты... Брат младший пристает к вам? Нет. Не дерется он с вами? Нет. Нету этого? Нет, я держу его. Ну, хорошо, ладно. Ну, ты как надо, дайте мне. У нас все замечания делали. Значит, ты на бумажке выпиши свои порядки все. И к Виттеру Андреевичу. И скажи, что я должна сделать, чтобы в течение года от них следа не осталось? Я тебе говорю, что это очень серьезно. Я лежал в больнице у них после операции, позвоночника, не просто так-то. И он меня тренажер уже отвел. Я пошел оттуда... Узнай, какой вид спорта тебе вешает. Сама вдумай. Пока Виттер Андреевич, здесь тебе очень большая помощь будет. Избавься от этого. Ну, а как дела? У меня все хорошо. Двойки есть, тройки есть? Тройки есть, а двое тут нет. Сколько троек? Ну, я не считаю тройки. Ну, то есть не засчитать стабильность признак мастерства, что такое. Мастер по тройке. Сверчеклась, перейдешь? Да. Переведник не оставляет на второй. Ну, мне надо, чтобы он нормально учится. Как у Фроси дела? В Фроси все хорошо, она на полном ходу готовится к экзаменам. Молодец. У нее экзамены нынче? Ну, да, у нее... Девятый класс? Девятый класс, она раздает их. Ну, вот Надежда Александровна говорила, что у нее там с учебой все плохо. Как на данный момент? Ну, у нас там стабилизовалось, она просто немножко распустилась. Ну, а ты действительно что-то шить можешь? Ты принеси в следующий раз что-то шить можешь, да? Сейчас про вопрос, спрашиваю. Хотя бы, а то ты разговариваешь, а никто не верит в это, что ты шьешь. Я пока еще ничего не шью толком. Я на первом курсе еще что-то шила, а потом как-то у меня не для этого пока. У нее правда на то, чтобы что-то шить нет времени. Она постоянно конструирование, конструирование, конструирование. Рисовать, рисовать, рисовать. Конструирует, она не швея, она конструктор. Она не швея, я конструктор. Модельер? Конечно, должен. Да научат ее. Так, научат, конечно. Там учебный процесс, это талант должен. Сейчас не учат, конечно. Кто у вас пищу готовит чаще всего? Чаще всего готовит фросе. А реже всего? А реже всего Нестор. Хотя он умеет. А не когда? Правда. И меньше всех ты. И я тоже готова. Молодец. Иногда? Людмила Степановна, коротко. Ну все нормально, съездила, все нормально. У меня была просто одна причина такая хорошая, чтобы съездить. Ну и все, у меня так как-то все принято, получилось. И единственное, когда я поехала, то я молилась. Господи, пошли мне такого человека, который хотел бы слышать Слово Божье. Туда ехала, не попался. Обратно ехала, уже из Новосибирска вот. Ехали. И женщина вообще, мне даже отдохнуть не дала. Вопросы задавала. Я такая довольна была. И оказался у нее сын верующий. Где-то там в органах. И говорит, мама, все, да, в Москве живет. И все заставляет меня. Я говорю, а как? Он говорит, какой-то он у меня был странный с детства. Всегда меня просил помолиться. Всегда это отчуда у него получилось, не знаю. Ну и все. Ну в общем, вот так все хорошо произвели. Все, что как нужно было. Я просила. И Бог услышал. И Слава Богу. Жива, здорово, мир новой. Слава Богу. Благодарю за молитву всех. Еще у кого слово? Инотехник, да все? Не знаю, про шахматы. Я не только спрашиваю про шахматы. Он когда узнал Даренко, Сергей Леонидович, о нем. Как он разбился? Мужчина метр восемьдесят семь. У кого такой рост у нас? У Витя Плеханова метр восемьдесят девять. Ну так. Он не фузатый, не такой, ну как налитой весь такой. Я его биографию в разных местах, ролики в эти дни просто не смотрел. И раньше его видел-то. По грубости ему ранних никого не было. Вот для него разницы не было, кто этот передний. Президент, президент. Вот там, на Лужкова. Вот раз в суд подавлено, Лужков сразу выиграл процесс-то. Его сразу обувольняют. Он опять где-то устраивает себя. В жизнь дальше не идет. И что здесь было, никто не знает. Вопросы везде. Убили? Убили. Его убили. Пятьдесят девять лет. Что делает? Садится на чужой мотоцикл. Другие говорят, он купил новый мотоцикл. Тоже ничего неизвестно, какая скорость едет. Один дом показывает, где он. Асфальт какой. Никого нету, главное. И в это время считают, у него мгновенно отключилась система. Теперь говорят, что там излишки какой-то жидкости надавили на сердце. Что это за болезнь? К нам называют такие... Разрыв аорты. Разрыв аорты, где вот аорта исходит из сердца. Вот в этом месте разрыв получается гемотампанада. Сердце останавливается, потому что кровь заполняет сердечную сорочку. Он пролетел. Наветно практически. Навстречу полосу прилетел, там никого не было. И об бетонный парапет ударился. Магновенная смерть. Его привезли, пытались бороться, уже не еще бороться. Мне интересно, что он выстрелил сразу же шахтанную поместитель. Нет, да, да. Само по себе это. Я у него работал. Спонтанный разрыв. А, если не так, он говорит, выгонит. Прямо на мотоцикл. Спонтанный разрыв, но это в любое место. Но он дальше-то говорит. Что это? Шахмата. Про него говорит. Называется смерть в полете. Какую смерть избрал ему Бог? Не просто так. А он уже мертвый летел. Не ударился. Летел. И смерть в полете, как поэтично звучит. Надо и дети. Человек умер. И Господь говорит, ну ты такой-то. Такую смерть тебе не подходит. И Господь Бог говорит, я тебя... То есть за Господа Бога начинает теперь говорить. А то, что он сегодня молиться там будет. То есть это близкая связь с Богом. Он прям знает, что Бог говорит. На удивление, откровения какие. Как правило, артисты эти, читаешь, первая жена, Даша, вторая жена, которая там, сколько детей и прочее. И потом еще пять любовниц появляются. Да неудобно. Только официально с которыми я был. И за Бога решать я... Я скромно. Не знаю. Только пророк может быть. Может быть пророк. Вот что об этом. Но про Иерусалим-то скажите. Иерусалим. Иерусалим. Сегодня, повторяю, сегодня в 7 по-нашему вечеру, в 7.30 там будет считаться как молитва по соглашению. Мы верим, не верим в это. Я прошу помолиться тоже в этот момент. А то общая молитва будет от них независимо. Никакого отношения к нам не имеет. Просто и мы помолимся. А родных и близких наших, воскресные дни. Такая радость. Вот и все. Простят. И мы, не чужие. Кроме того, мы вместе молились. И молились. Мы сейчас тут молитв по согласию, соглашение. Тут разы все небольшое делают. Если это есть, это будет хорошо. Припомните. Заранее напишите, что это хотелось. Многие ли молятся, чтобы родственники познали Христа? Многие ли молятся о том, чтобы благовестие не умолкало? Кто молится о том, чтобы твои ноги были на горах Израилевых? Благовествовали? Возвысь голос твой. Вся радость от этого. Но представь, если у тебя долго детей не было, а потом он рождается, тебе уже 100 лет как право. Какая там радость? Это не выскажешь. Или советовал. С меня позор снял. Детей не было. А теперь она родит то другое. В духовном плане больше. Апостол Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос. Молись, чтобы в каждом твоем ребенке везде отразился Христос. Я эту радость имею. На меня выходят разные люди. Вчера только двое опять вышли. Я уже давно вас смотрю. Я не могла сказать. Теперь я определилась. Это вы меня родили. Я была в сектантах с малых лет. И теперь пришла на ваш канал, натолкнулась. Другой познакомились. Он столько пользы делает. А моя мать говорит, еще раньше была. Но много гадостей, которые в интернете считают, их отталкивает. Отталкивают, значит, ему еще нет. На Христа много говорят, что... А они пришли. Вот эту радость рождения детяти, да если это от тебя, советую каждому испытать и возблагодарить Бога. Тем более оно имеет долгосрочную программу. Какой бы ты ни был, ты что-то хорошее на работе вспоминает. И они должны добавить. Он был хороший, потому что верил в Бога. Здесь нельзя было быть хорошим. А он сделал. Док в армии, если не идешь, расстреляют. Расстреляют. Пишите тогда ей. Это есть такой про адвентиста фильм. Он не пошел в Америку. Ну я говорю, пойду. А куда? И он спас столько людей. Там своего национального героя из него сделали. Он спас, я не знаю, там уже все. Поле японцы пристреливают. А он вытягивает волоком оттуда. И наконец сам прикинулся. Мимо прошли. Всех спасал. Фильм такой есть. Кто знает, как называется. По соображениям совести. Понятно? Советую посмотреть. И этот человек говорит, ну вы меня убьете, а какая польза? А его как раз Жукову отправят. Он говорит, а что ты умеешь делать? Ну я умею сапоги шить. Никто не знал, что сапоги. Он любую модельную обувь мог. Там маршалы заказывать у него будут в дальнейшем. А еще что умеешь? Ну мама пекла хлеб, я могу. А это пекарь из пекарей был. И когда отступали, он сумел сделать так. Муку затопил. А в муке только верхний слой. А дальше мука не дает проникать в воде. И когда обратно шли, нет муки. Он достал в этом городе всю муку. И получил еще какой-то орден. Будущее православным. Я из православного журнала беру. Так что отпускай хлебы, говорит, из 7 и 8. И приплыву через долгие годы обратно к тебе. Надо как-то суметь так, чтобы тебя даже враги оценили. Что действительно это так. А это редкие-редкие случаи бывают. Я против тебя воевал, столько говорил, а теперь, вы знаете, вот здесь сидит Галина Александровна, тут сидела одна женщина. Я против вас показания давал, и она здесь плакала и говорила, я виновата, я виновата. Так что молитесь, Андрей. Молимся. Ну что, занятия-то было? Татьяна не звонила? Ну так как? Нет, ну да, как всегда. Так, песнопение, занятия. Ангел, вопияши, благодать, нечистая дева, радуйся, и по кирикам радуйся, твой сын воскресе, ты не венокрова. И летные, воздвигнувые люди, веселитесь, святись, святись, а в Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе, Россия. Легко и ныне, ведь селися сегодня, ты же чистая, красавица Богородица, а восстание Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тавне, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Павла, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, чести и поклонения Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыша нашу молитву и прими ее и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед присолом благодати Твоей, Владыка неба и земли. Мы моляем Тебя, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Всемогущий Бог, Создатель, призвавший нас к вечной жизни, прими нашу молитву о всех западавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Отец, Небесный и любящий, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. А Тебе хвала, Тебе слава, чести и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит Раб Твой. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит Раб Твой. Там машина стоит, кажется, Сергея Павловича машина. За ней открытый склад. Зайдите сейчас, посмотрите, что вам там потребуется. Большие вот такие вот, как плакаты, с той стороны чистая бумага. Полторы тонны почти завезли. И там какие-то есть книги, там пачка. Зайдите сейчас. Галина Александровна, где у меня? И забирай свои выводы, оттуда все идите. Возьмите, что вам надо. Зайдите, посмотрите, кому надо что. Потому что я же буду раздавать, что ли. На тюрьму где-то отправим. Посмотрите, бумага хорошая, большая для детей. Чистая. Зачем ты льву когда в школу? Все. Вот эти же дала на тебе. Вот эти же дала на тебе. Хорошего длительства. Отдаю. На машине возьми, по школам развези. Я даду не забыть. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Спасибо. А что тебе не понравилось? Много. Все. Отлично. Отлично. Отлично.